Вы смотрите итоговый выпуск программы Де Факто. События и происшествия Гомельской области в материалах наших корреспондентов. Услышал женские крики, вышел из дома и поймал насильника. В Гомеле сотрудник ОМОНа в свой выходной спас горожанку. Между шлюзом и машиной в Добружском районе сотрудники МЧС спасли сварщика, которого придавило трактором. Как стать заметнее на дорогах и нужен ли новый подземный переход в Гомеле? Репортаж Алексея Немкевича. О безопасности пеших участников дорожного движения поговорим с экспертом. А также репортер под снегом, экскаватор против грузовика, пожар на станции в Каире и ледяное цунами. Все самое интересное в рубрике «Я очевидец». Начнем с обзора криминальных событий и происшествий за неделю. Пришел на помощь, хотя был не на службе. В Гомеле сотрудник ОМОНа в свой выходной задержал насильника. Прапорщик милиции Андрей Воевода услышал доносящиеся с улицы женские крики о помощи и поспешил выйти из дома. Уже во дворе он заметил мужчину, который прижимал потерпевшую к земле под балконом соседней многоэтажки. Услышав крики «Стой, милиция!», насильник сделал ноги, но ОМОНовец начал преследование. Злоумышленник скрылся в подъезде своего дома, но дверь собственной квартиры открыть не смог. Там его прапорщики обезвредило. Потом удерживал до приезда милиции. От наездов пешеходные переходы не спасают. В ГАИ призывают всех участников дорожного движения быть внимательными и вежливыми на земле. В Гомеле на улице Луначарского водитель автомобиля «Рено» сбил женщину прямо на регулируемом пешеходном переходе. Она получила серьезную травму и была доставлена в нейрохирургическое отделение Гомельской областной больницы. В Речице автомобилист на Мерседесе протаранил два припаркованных авто. Нарушителя запечатлела камера наружного наблюдения. Вот он берет разгон и цепляет правым крылом внедорожника чей-то автомобиль, а тот, в свою очередь, сталкивается с еще одной иномаркой. Как сообщают в милиции, нарушителя задержали по горячим следам. Благодаря записи и своевременному звонку очевидцев. Житель Хойников организовал для себя дополнительный заработок, продавая разведенный спирт. Торговля велась в продуктовом магазине, где мужчина работал продавцом. Милиционеры взяли предприимчивого торговца с поличным. У него нашли 11,5 литров спирта. Продукт изъят и направлен на экспертизу. Ведется проверка. Три человека оказались в больнице в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в Гомельском районе. 68-летний водитель, выезжая со стороны деревни из Олипья, не предоставил преимущества автомобилю, который двигался по главной дороге. Короткое замыкание электропроводки могло послужить причиной возникновения пожара в автомобиле. Припарковав свой БМВ в одном из дворов Костюковки, хозяйка поднялась в квартиру и из окна увидела, что ее машина горит. Потушить пожар самостоятельно женщине не удалось. На помощь пришли спасатели. Они оперативно справились с огнем, не дав ему распространиться на припаркованные рядом машины. В результате происшествия в БМВ повреждены моторный отсек, фара, бампер, капот, огнем уничтожена электропроводка. Сварка – дело опасное. В Добружском районе трактор, упавший в мелиоративный канал, придавил рабочего. Пострадавший выполнял сварочные работы по укреплению конструкции шлюза. А трактор с помощью троса ковшом удерживал одну из его металлических заслонок. Но баланс веса сохранить не удалось. В какой-то момент трактор накренился и упал в мелиоративный канал, прижав к конструкции шлюза сварщика. Чтобы мужчине помочь, из ближайшего предприятия пришлось пригнать автокран. Тот вызволил пострадавшего из чрезвычайной ситуации. Понедельник – день тяжелый, особенно для тех, кто переборщил со спиртным. Нужно ехать на работу, решать дела, а значит, пользоваться транспортом. Некоторые, несмотря на похмелье, садятся за руль своих авто, а потом становятся героями неприятных историй. О коварности алкоголя, чем опасен пьяный за рулем, а также, что грозит за езду под шофе – в следующем материале. Утро понедельника. На улицах и перекрестках Гомеля, а также Мозырского и Светлогорского районов в усиленном режиме работают экипажи дорожно-патрульной службы. Проводится специальное рейдовое мероприятие. После длинных выходных, а также праздничных дней сотрудниками госавтоинспекции проводится целенаправленное рейдовое мероприятие. Эти выходные не стали исключением, так как был праздник 23 февраля. Сотрудники госавтоинспекции провели целенаправленное рейдовое мероприятие на выявление участников дорожного движения, которое управляет транспортными средствами в состоянии опьянения, а также не имея права управления, а также на профилактику дорожно-транспортного травматизма и соблюдение действующих правил дорожного движения. За 4 часа сотрудники милиции выявили более 360 нарушений правил дорожного движения. 7 водителей сели за руль, не имея на это права, 6 в состоянии опьянения. Почти у всех оно было вызвано злоупотреблением алкоголя накануне вечером. Период всасывания этанола в кровь длится от 30 минут до 3 часов, в зависимости от степени наполнения желудка пищи, ее химического состава, количества и крепости принятого спиртного напитка. Длительность выведения этанола из организма в среднем колеблется в пределах суток. Через 5 минут после употребления он определяется в крови, а в выдыхаемом воздухе может быть обнаружен в срок от 10-15 минут до 15-18 часов после его приема. А ведь попытка сесть за руль под шофе сродни попытке совершить преступление. Все как в русской рулетке, только вместо пули нарушитель в автомобиле. Чтобы не играть в опасную игру, можно обратиться за помощью. И тогда похмелье понедельника не помешает заняться делом. Надо обратиться к специалисту, это в безусловном порядке, потому что только помощь специалиста в данном случае может помочь. Помочь реально. Не вызывать никаких специалистов, в кавычках, на дом. У нас нет лицензированной наркологической помощи на дому. Есть официальное учреждение Гомельский областной наркологический диспансер. Милости прошу. Возможно, получение помощи на конфиденциальной основе. То есть, было бы желание человека решать свои проблемы. Мы охотно идем на встречу. Конечно, не стоит надеяться, что сразу после прохождения процедур обратившийся сможет смело сесть за руль. Однако шансы прийти в себя в кратчайшее время значительно увеличатся. Но к нарушителям на предстоящей неделе внимания будет еще больше. До 3 марта госавтоинспекция проводит акцию «Пьяному не место за рулем». Автомобили уже давно не роскошь, а средство передвижения. Только в Гомельской области зарегистрировано более 573 тысяч машин. Для сравнения, 10 лет назад в регионе было на 140 тысяч авто меньше. Но, к сожалению, вместе с увеличением числа автотранспорта растет и количество трагедий на дорогах. В последнее время самой актуальной проблемой стал наезд на пешеходов. Наш корреспондент Алексей Немкевич выяснял, кто и когда должен уступать и сколько стоит не пропустить пешехода. Этот перекресток улиц Хатаевича – Советская – один из самых загруженных в городе. Транспорт здесь практически круглосуточно идет нескончаемым потоком. В часы пик автомобильные колонны растягиваются на сотни метров. В такие моменты водители нарушают и едут едва ли не по ногам переходящих дорогу людей. К нарушениям согласны? Да. Приезд будете внимательнее? Буду внимательнее. Аккуратненько будете ездить? Как всегда, аккуратно, да. Так как у Татьяны Николаевны за всю срок действия водительского удостоверения нарушений не было, ограничивайте предупреждение муслом. Одним лишь порицанием в большинстве случаев не обойтись. Непредоставление преимущества пешеходам – это достаточно серьезное нарушение. Эта статья предусматривает предупреждение либо штраф от одной до пяти базовых. Если водитель повторно в течение года не предоставил преимущества движения пешеходу, то тоже административная ответственность наступает по части двенадцатой статьи 18.14. И штраф от двух до восьми базовых величин. Причина в том, что такое не самое мягкое наказание – последствия подобных нарушений на кону человеческая жизнь. Этот цвет зеленый, тот цвет красный. Для тех, кто считает подобный юмор черным, отмечу. ГАИ региона практически ежедневно фиксируют наезды на пешеходов. В большинстве случаев они заканчиваются тяжелыми травмами, нередко летальным исходом. Обратим внимание, что попавший под колеса человек, как и любое ДТП, это преступление по неосторожности. В них никто не хочет попадать, их никто не хочет совершать. Одно из самых резонансных произошло на центральной улице города чуть более месяца назад. 35-летний водитель, управляя автомобилем Мазда, двигаясь по улице Советской на запрещающий сигнал светофора, совершил наезд на двух девочек несовершеннолетних, которые переходили по различной дороге улицы Советская на разрешающий сигнал светофора. В результате дружно-транспортного происшествия девочкам причины травмы различной степени тяжести, с которыми они были госпитализированы в учреждении здравоохранения. О том, что аварии с участием пешеходов остаются одной из главных проблем в городе, кажется, знают все. Многие гамильчане нередко становятся свидетелями таких ДТП. Я вижу много непорядочных водителей, не соблюдающих правила дорожного движения. К слову, от автолюбителей пешеходы не отстают. Например, перебегают зебру в последние секунды мигающего зеленого сигнала светофора. А некоторые и вовсе стремятся срезать или перейти там, где это запрещено. При этом, кажется, полностью забывают о том, чего им это может стоить. И речь не только о последствиях для здоровья. За такие нарушения тоже предусмотрена ответственность. Штраф предусмотрен, если впервые пешеход нарушил правила дорожного движения, от предупреждения, если не впервые и продолжает нарушать, и ранее был нарушал правила дорожного движения, то от одной до трех базовых величий. Если у данного пешехода будут выявлены признаки алкогольного опьянения, то штраф возрастает и уже от трех до пяти базовых величий. Наверняка водители и пешеходы еще долго будут по разные стороны баррикад. Даже несмотря на то, что первые иногда становятся вторыми и наоборот. По крайней мере, в нашей стране и в ближайшее время. Но если обратиться к статистике, то чаще всего нарушают именно пешеходы. Только с начала этого года за ними числится около 8 тысяч составленных протоколов в регионе. За это же время автолюбители набрали лишь 1800. То есть разница почти четыре с половиной раза. Алексей Немкевич, Павел Антонов. Специально для программы «Дефакто». Пешеходы – самые незащищенные участники дорожного движения. Именно на их долю, по статистике, приходится треть всех трагических ДТП. Те, кому везет, обходятся ушибами и травмами. Иногда они меняют всю жизнь. О том, как перейти улицу и не оказаться за чертой привычной реальности, поговорим с заместителем начальника межрайонного отдела ГАЮ ВД Гомельского обл. исполкома Владимиром Чекезовым. Владимир Николаевич, здравствуйте. Добрый день. Что можно говорить сегодня о статистике наездов на пешеходов за 2018 и 2019 годы? К сожалению, мы констатируем, что количество ДТП с участием пешеходов является достаточно большим. К примеру, за 2018 год совершено более 39% таких происшествий, в которых пострадали люди либо погибли. То есть даже цифра приближается уже к половине, да? Ну, можно сказать, что 4 из 10 дорожно-трассных происшествий – это происшествия с участием пешеходов. Если говорить о пеших участниках дорожного движения, то в каких ситуациях на дорогах они наиболее уязвимы? В тех ситуациях, когда они выходят на дорогу для перехода проезжей части, либо вынуждены двигаться по проезжей части. Сегодня ведь у нас тоже погодные условия поменялись, снег практически растаял, особенно в городах. И, насколько мне известно и понятно, это тоже осложняет видимость на дорогах для водителей, и пешеходы сливаются с проезжей частью. Как пешеходу не попасть в ДТП, учитывая, ну, вот, то, что уже на дворе март месяц? Значит, проводя анализ совершенной ДТП, мы видим, что причинами зачастую являются погодные условия, в которых оказывается как водитель, так и пешеход. Сейчас асфальт мокрый, видимость ухудшается, свет отражается. Водителю просто-напросто порой не видно того пешехода, который переходит проезжей части или просто идет по ней по краю проезжей части в темное время суток. Поэтому, конечно же, водителю необходимо снижать скорость при приближении к пешеходному переходу, к тем местам, где возможен выход пешехода на проезжую часть. То есть, предугадывать события. Это, кстати, учат и в автошколах. Конечно. Самим пешеходам я бы рекомендовал убедиться, что водитель действительно видит, что вы переходите проезжую часть, что он снижает скорость, что он сумеет, успеет остановиться. Да, пешеход переходит проезжую часть по пешеходному переходу, регулируемому, нерегулируемому, но я бы рекомендовал убедиться все-таки, что водитель действительно вас видит при ухудшении погодных условий. Это когда мокрый асфальт, когда выпадает снег, когда идет дождь, когда гололед, ну и так далее. Ну, я бы еще посоветовал, идя на зеленый, все-таки смотреть по сторонам, потому что некоторые пытаются успеть проехать на красный. Успеть проехать на красный, да, конечно, безусловно. А мы поинтересовались у жителей города Гомеля, что делать, чтобы обеспечить себе безопасность на дорогах. Внимание на экран. Переходить дорогу на зеленый цвет, стоять подальше от проезжей части. Посмотреть право-влево, есть машина или нет, потом идти. Ну, быть внимательным и аккуратным. На водителей не приходится надеяться, только собственные силы. Ну, в первую очередь в ночное время суток носить фликер, вот, и не забываться смотреть по сторонам. Ну, знаете, я сейчас учусь в школе еще, и нам каждый урок об УЖ говорят, что сначала надо, естественно, посмотреть по сторонам, чтобы обезопасить себя. И быть внимательным, ведь это все-таки дорога. Быть внимательным, не ротозействовать, смотреть, переходить на зеленый и посмотреть сначала. Можешь переходить на зеленый, а тебя и собьют. Вот здесь у нас, ну, много лет я здесь живу тоже, приколодила же, и шла прямо. А он ехал и сбил. Поэтому нужно предельно внимательность, тем более в любом возрасте. А детям так вообще нельзя без родителей, как-то собрался и пошел. Быть внимательным. Ну, вот такие мнения, есть что добавить, как вы можете прокомментировать? Да, совершенно правильно. Действительно, везде и в автошколах, и в учебных заведениях учат, прежде всего, внимательности и собранности на дороге. Потому что дорога и автомобиль являются источником повышенной опасности. А пешеход является самым уязвимым участником дорожного движения. Ведь он непосредственно сразу может вступить в контакт с транспортным средством. У него абсолютно нет никакой защиты. Ни бампера, ни подушки безопасности, ни ремня. Он сразу вступает в контакт и получает серьезные травмы. Вот было мнение, что стоит немножко стать в стороне от проезжей части, даже если ты ожидаешь зеленого сигнала светофора. Почему? Здесь могут послужить те примеры дорожных происшествий. Ширина проезжей части, ширина полосы порой не позволяет габаритным транспортным средствам правильно рассчитать свою траекторию движения. Порой выступают некоторые части автомобиля, те же самые зеркала автобусов, троллейбусов. У нас не так давно был случай, когда опора, по-моему, эвакуатора открылась и стопал пешеход. Здесь, конечно, вина водителя, но и тем не менее пешеходам не будет лишним дополнительно меры для безопасности применить к себе. Не выиграет человек одну секунду, при этом потеряет здоровье и так далее. Есть ли в Гомеле пешеходные переходы, которые наиболее опасны, на которых чаще всего получают травмы люди? Ну, я бы отметил, скажем так, общую тенденцию, что именно пешеходные переходы где-то на прямых участках дороги, где водители могут двигаться более 50 километров с разрешенной скоростью до 60 километров, когда пешеход выходит, порой уже водителю вот такие сложные погодные условия, тяжело заметить пешехода. И вот они являются вот этими местами, которые... То есть это объездные дороги, какие-то трассы? Объездные прямые дороги, места, где пешеход может выйти из-за какого-то препятствия, значит, если пешеходный переход расположен близко к остановочному пункту, когда стоящее транспортное средство ограничивает видимость обочины противоположной стороны для водителя. Вот именно в таких местах пешеходу надо быть более внимательным. Дети – это особая категория пешеходов, и я так понимаю, что к ним тоже особое внимание со стороны госавтоинспекции. Какие меры сегодня принимает ГАИ? ГАИ, конечно, принимает достаточно серьезные меры. Мы проводим информационные встречи в детских школах, садах, разъясняем ситуации, может, где-то даже, собственно, мелом рисуем на доске и обыгрываем те ситуации, которые могут произойти на дороге. Учим, с какой стороны надо переходить проезжую часть от транспортного средства, спереди, либо сзади. Объясняем именно на примерах то, что происходит на дорогах непосредственно среди самих детей. Ну, можно отметить, что дети в основном понимают, и уже не успеешь сказать, они уже наперед говорят, что надо делать и как надо поступать. Дети в силу своего психофизического развития, они зачастую импульсивны и могут внезапно принять какое-то решение, выскочить на дорогу. Поэтому вблизи таких мест, где могут появиться дети, это школьные, дошкольные учреждения образования, всегда установлены предупреждающие знаки, информирующие водителя о приближении к таким участкам. И водителю надо, конечно, снижать скорость, быть более внимательным. Если заметил водитель рядом с дорогой ребенка, лучше снизить скорость, ведь трудно спрогнозировать его действия, самого ребенка. Как правильно выбрать фликер тогда? Такой вопрос. Потому что именно дети чаще всего являются участниками дорожного движения, которые идут вдоль проезжих частей, например, двигаясь в школу и так далее. В госинспекции проводится большая работа по популяризации фликеров среди населения, особенно среди детей. Мы очень много раздаем просто детям, другим участникам дорожного движения. Скажем так, какой фликер эффективнее? Вот который на руку, который полоской, жилеты может быть? Конечно же, будет эффективен и тот, что на руку, и тот, что просто прикрепляется к одежде. Но наиболее эффективно, я бы рекомендовал для родителей, это покупать одежду со специальными вставками в одежде. Это могут быть рюкзаки, комбинезоны, куртки и так далее. То есть со светоотражающими полосками? Это то, что ребенок не забудет, это то, что ребенок всегда оденет. И мы можем видеть, что порой ребенок, переходящий в проезжую часть, он буквально загорается. То есть очень ярко виден, и его не заметить невозможно. Иногда пешие участники дорожного движения сами становятся виновниками аварии и происшествий из-за того, что нарушают правила дорожного движения. Каковы сегодня меры административного воздействия по отношению к таким людям? Если пешеход совершает нарушение пункта правил, ну как правило это пункт 17.1, 17.2, то есть движение в темное время суток по проезжей части, по краю проезжей части, при невозможности движения по тротуару, либо отсутствии, должен использовать светоотражающий элемент. Ну, в госэтоинспекции выявляется такая категория. Мы пресекаем данное нарушение, изымаем пешеходов с проезжей части. Может, где-то даже и подвезем до более освещенного участка, либо там, где можно идти по тротуару. Значит, ответственность за подобное нарушение предусмотрена в виде штрафа от одной до трех базовой величин. На сегодняшний день базовая величина составляет 25 рублей 50 копеек. Если пешеход находится в нетрезвом состоянии, то ответственность, соответственно, возрастает. И исчисляется от трех до пяти базовых величин. Ну что ж, Владимир Николаевич, я благодарю вас за конструктивный разговор. Надеюсь, что эта информация, которую вы мне сообщили, будет полезна нашим телезрителям. Спасибо. Ну, а телезрителям напомню, что в студии программы «Де-факто» вместе с заместителем начальника межрайонного отдела ГАИ УВД Гомельского обл. сполкома Владимиром Чекезовым мы обсуждали вопросы безопасности пешеходов. Далее по эфиру рубрика «Я очевидец» подборка происшествий и интересного видео, снятого людьми со всего мира. Железный репортер – это прожурналиста из Филадельфии, который доказал, что даже снегоуборочная техника не способна помешать ему подготовить репортаж. Из-под ковша грузовика, который очищал дорогу, на корреспондента хлынула волна снега. Но репортер устоял и даже продолжил вести прямой эфир. А вот видеооператор, судя по крикам «Девушка», дала маху. На момент она испугалась и отвела камеру в сторону. Но в целом на трансляции это не отразилось. Материал вышел в эфир и как снежный ком набрал массу лайков. Мощный взрыв на железнодорожном вокзале в Каире попал на видео. Камеры зафиксировали столкновение неуправляемого локомотива с отбойником. По последним данным, жертвами стали 28 человек. Еще более 50 получили травмы. В момент аварии у многотонной машины рванули топливные баки. Пламя перекинулось на людей, стоящих на платформе. Затем на два вагона поезда из Александрии. А потом еще и на здание вокзала. Пассажиры пытались сбить с себя пламя. Многие из них сейчас в критическом состоянии. По имеющейся информации, в пути у локомотива отказали тормоза. Он возвращался на станцию после ремонта в депо. В Чите агрессивный мужчина с ножом взял в заложницы сотрудницу супермаркета. Она успела нажать тревожную кнопку. И через несколько минут на месте происшествия уже были сотрудники Росгвардии. На секунду им удалось отвлечь внимание обезумевшего посетителя и освободить заложницу. Видео этого момента сняли камеры магазина. Позже медики установили, что женщина отделалась лишь легким испугом и в госпитализации не нуждается. А ее обидчика, 31-летнего жителя Забайкальского края, доставили в полицию. Глыба льда упала на юного жителя Рязани. Мальчик копался в сугробе, а возле него стояла мать. Внезапно с крыши сошла наледь. Кусок размером с колесо автомобиля отпружинил от козырька общежитие и попал прямо в мальчика. От удара он покатился к ногам матери. Женщина находилась с ребенком за оградительной лентой и точно не ожидала такого. После этого коммунальщики убрали с крыши весь снег и повесили новую ленту. А мальчик в реанимации. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Кадры посадки частного самолета в аэропорту Домодедова. Бизнес-лайнер развернула на скользкой взлетно-посадочной полосе и откинула в сугроб. Самолет застрял в снегу и получил серьезные повреждения. Но все члены экипажа живы. Не пострадали и пассажиры. Видимо, при посадке у бизнес-джета что-то пошло не так. Машину вытащили из сугроба при помощи мобильного крана. В Аргентине 9-летний мальчик попытался ограбить ювелирный магазин, наставив на продавца игрушечный пистолет. Юный клиент наведался в лавку дорогих украшений перед самым закрытием. Завел о них разговор с кассиром, оглядывался по сторонам, а потом достал из-за пояса пистолет и наставил его на мужчину. Все по законам жанра. Вот только продавец оказался не из робкого десятка. Просто обошел стойку и вывел непутевого грабителя из магазина. Мальчик при этом угрожал и требовал по-хорошему отдать ему золотые украшения. А не то говорил, что за себя не отвечает. Пока у русских есть смекалка, страна непобедима. Это видео стало вирусным в странах Запада. Автобус буксирует на жесткой сцепке. Но вместо запаски у него бревно. И что вы думаете? Едет. Оказывается, если на место заднего колеса прикрепить полено, то можно спокойно дотянуть до СТО. Главное знать, как и соблюдать меры безопасности. Но повторять не стоит. В Китае два водителя не поделили дорогу. Тот, что на грузовике, еще и замахнулся цапкой на экскаваторщика. А зря. Такого хамства мужчина на брутальной технике простить своему обидчику не смог и отправил его грузовик на металлолом. Жестко, бескомпромиссно, а главное, спор решился на месте. Вот что может быть, если угрожать водителю дробильного экскаватора садовым инструментом. Впрочем, как вы уже догадались, видео постановочное. Происшествие можно было бы отнести к разряду невероятных, если бы все было по-настоящему. И напоследок загадка природы. Многие такого точно не видели. Это явление называется ледяное цунами. Кадры сделаны канадскими полицейскими вдоль реки Ниагара. Ледяное цунами возникает, когда сильный ветер толкает лед с поверхности воды на сушу. В данном случае его скорость достигала 100 км в час. Зрелище необычное, завораживающее. Ломаясь куски льда, заваливают все побережье и образуют снежные горы. Ущерб может быть сопоставим с обычным цунами, если на пути ледяной массы окажется жилой квартал. На сегодня это все. Увидимся на Беларусь 4 в это же время ровно через неделю. Берегите себя. До свидания.